Ребят, привет! Сегодня у нас неординарная сборка. Мальчику поиграть захотелось, это называется, условно, конечно же. Золотой процессор 6126. Несколько ядер, там, сколько-то потоков. Мальчику поиграть. И, конечно же, под операционную систему мы выбрали ему Intel SSD DCP4600. 4 терабайта под операционную систему, ну и под игры, чтобы они очень быстро запускались. Вот такой вот накопитель, очень классный, у меня есть обзор на канале, и это здорово. Ну и под архив, который не такой сильно востребованный, мы взяли всего лишь 480 гигабайт, другой SSD диск от Intel DCS4610. Вот такой компьютер мы собрали поиграть. Конечно же, мы не забыли и про видеокарту. Это 2080 Ti от фирмы Gigabyte. Ребенок мог и поиграть, и поработать, потому что 2080 Ti. Эта видеокарта отлично подходит даже для профессионального времяпрепровождения, я бы так сказал. Рендер, разные 3D, либо видеообработка. И даже рисовать можно в каких-то сложных пакетах на этом. Вот такой компьютер мы ему собрали. И, конечно же, у него их будет несколько. Но зачем же я буду в кадр носить эти все компьютеры? И каждый компьютер будет под какое-то задание. В этом ролике я расскажу, какие сложности мы встретили из пальца. Пытаются запихнуть видеокарту 2080 Ti, трехвентиляторную от Gigabyte, серверную стойку, которая вот с такой классной материнской платы X11 SPG-TF, рассчитана для установки видеокарт. Здесь устанавливается так, а здесь, вернее, здесь она, по идее, вентилятором вниз, а здесь вентилятором вверх. Дополнительный провод, который запитывается от материнской платы и имеет 8 пин и 6 пин коннекторы. Но проблема в том, что у видеокарты коннекторы... Сейчас я объясню, покажу. Мои коллеги, Сергей Владимирович, не верят мне, что этот провод не подходит. И, скорее всего, мы ничего не сделаем, но у него есть очень классное... Ну, блин, чувак, ну вот 8 пин и 6 пин подключить к видеокарте 8 на 8. От них 6 на 8 пин. Никогда не видел такого 6 на 8. Было, было, да? Хорошо, лишний провод будем ворганить? Да, я попробую включить, когда он заработает. Ну, вот он говорит, что так заработает. Я вот сомневаюсь, что он так заработает. Этот провод оставляем временно на момент эксперимента. Будет ли работать? Будут ли эти вентиляторы, скажем так, задевать крышку, которая это все закроется? Продолжаем. Итак, все-таки мы установили видеокарту, запитали тем проводом, который дали нам. И, скорее всего, ничего не получится. Специально здесь и находимся, чтобы узнать. Ну что, как следовало, уже удалось. Картинка не появилась на втором мониторе от видеокарты. Говорил я тебе, что 8.8 видеокарту запитывать 6.8 толку не будет. Ну что, как всегда, колхоз. Это очень классно. Классно, классно, классно. Как всегда, нужно придумать уже почему-то нам, как это все сделать. Сергей, спасибо тебе, что ты... Блядь, я сломал. Пополам. Глумлюсь, глумлюсь. Просто из пазов вышли. И спасибо нам, менеджеры. И тебе спасибо, что они дарят такие возможности. Немножечко мозги напрячь. И чтобы они не закостенели. Как предложил ты по поводу колхоза. Дай 8 пин из ниоткуда. И главное, говорит, иди поищи. Смотри, что у меня какая мысль пришла. Я обратил внимание, что здесь есть мулекс. Следишь за моей мыслью? Или опять делаешь ставки. Свините надо еще. Хуйни. Короче, следите за моей мысль. У нас есть мулекс PCI Express. Ой, мулекс SATA. Но у меня же куплены еще в Китае вот такие переходники, которые 8 пинов. Мы сюда колхозим переходник мулекс SATA, SATA. И нам все равно не хватает длины. Сейчас я тебе покажу наглядно, если ты не понимаешь. Слепо поверен. Согласен. Вот что я предлагаю. Тот переходник. Это шляпа. Конечно, шляпа. Ну, а давай звони и скажи, что не тот провод купили. Вот смотри. Здесь, я думаю, блин, нельзя рекомендовать такое решение, потому что здесь провода сечения толще, чем здесь. Это сюда, это сюда. И у нас не хватает длины. Хопа. Значит, весело. Все очень плохо. Мы уже разобрали вторую штуку. Подумали, мало ли вдруг дотянуть до... Вот в комплекте еще вот идет такой вот проводок. Видите? Он не входит в эту видеокарту. Никаким образом. Еще раз повторюсь, что нам не хватает. В общем, видеокарту сюда. Мы подумали здесь перекинуть провода. Так, слушай, а вот сейчас мы эти запитаем. Вдруг эти будут заработать. Вот. Хотя маловероятно. В общем, отсюда один провод кинуть и отсюда один провод кинуть не хватает. Либо отсюда кидать один провод сюда и один сюда не хватает. Вот такая же, блядь, даже если вот так тянуть, тут весь поток перекроется. Вот он идет и все. И питание, блядь. Не хватает. Хватило бы вот этот кусочек, бы допустим, но, блядь, он не подходит. Хорошо. Тут они все какие-то странные. Так это не комплект. Вуу, такой пойдет. Так это что, от блока питания турмалута? Да. Ну, у нас же нет блока питания. Супер цепу. Погоди. Стой. Ну, я в виде эксперимента сейчас это все делаю. Блин, друг, я вот боюсь, что мы сейчас что-нибудь убьем. Так вот сделать. Главное не надежда на нашу. Это счастливое будущее. Между нами. Я забыл, что здесь 6, 6, 8, 8 надо. А я думал, здесь 8. Блядь, ну, из шестерки бы восьмерку, вы как-нибудь сделаете. Короче, жопа. Продолжаем безумствие. Да, колхозинг. Безумный колхоз, все разобрали. И перепробовали в разные варианты. То, что идет в комплекте, не идет. Принято решение. Не факт, что вот это, вот это вот с одного мулекса заработает на 8 пин. Ну, в общем, грубо говоря, нужно сейчас каким-то макаром удлинить. Мулекс, переходник. То есть удлинитель на мулекс у нас где-то был. Его запитываем, прокладываем красиво. Это для теста. Подключаем все. Главное, чтобы не пыхнуло. Я очень сильно проживаю. Проживаю. Переходник. Удлинили. Здесь мы запитали всего лишь один пин. Один коннектор мулекс. Свободный один. И отсюда, отсюда от материнской платы, вот этот черный, длинный. Теперь момент истины. Во-первых, очень страшно, чтобы это все не сгорело. Если эта штука будет работать, проблема, где взять еще удлинители. Сжигай видеокарту. Божечки, помоги. 28-летний, наверное, этот не стоит. А я питание забыл. Фу, я думал, там щелчки. Только вот не ори. Вот сейчас тебя знают, что ты любишь поорать. Самый ответственный момент, чтобы никому тебя испугать. Там типа, ой, это пранк там, да? Или как там кричат? Вместо рекламы, гигабайт. Смотри, какую можно божественную интеграцию устроить на моем канале твоих продуктов. Я знаю, потихонечку воспроизводишь сервера, платформы, в которые можно установить серверные всякие штуки, в том числе видеокарты. Ты представляешь, как можно классно интегрировать рекламу в мой канал? Собрали сервер, немножечко поиграть. Если тебе интересно, напиши мне. Слушайте, пацаны, это очень интересное наблюдение. Вы знаете, второй точно такой же, такая же конфигурация, другая совершенно видеокарта. И при запуске фурмарка, стресс-тесте, ровно на 50 градусов отключается экран. Причем, правда, экран подключен на 1280 на 1024, не Full HD. Сейчас я перекину монитор, и может вдруг 1280 на 1024 оскорбляет чувство 2080 Ti. Но это очень интересные симптомы, я ранее таким еще не встречал. Потребление видеокарты вырастает, а вот сейчас у нас 156, 153. Ну черный экран. Продолжаем разбираться. Мой любимый начальник меня спрашивал в последнее время, а вообще видеокарта крутила вентиляторами. И я ему кричал, да, дружище, смотри, она крутит. Ты видишь? То есть, в моем понимании, на видеокартах современных, и даже не очень современных, где-то градусов 50-53 система охлаждения должна включаться, потому что у них есть вот такой вот режим, полупассивный, или как это правильно называется, Silent. То есть, если видеокарта не нагревается до 50 градусов, она никаким образом не включает систему охлаждения, активную систему охлаждения. Только на пассивном радиаторе она чувствует себя прекрасно. Продолжаю экспериментировать, сейчас я не буду запускать стресс-тест, фурмарк я запущу игру. Ну, борд... Бор... Борд... Да. Бордланд ленд. Врубается видяха, она не дает картинки, все хорошо работает. Вот блин, сбил телефон, фотоаппарат. Вы знаете, ребят, в Бордланд та же самая история. То есть, я запустил игру, все хорошо, и получил черный экран. Суточка терзает меня смутное сомнение. Возможно, недостаточно качественные драйвера стоят На 2080 Ti не тянут Сейчас попробуем обновить Потому что симптомы одинаковые на двух серверах Вот эти провода тоже тонкие Вот здесь сечение побольше Ты представляешь, если бы мы могли надрезать вот этот провод Мы бы увидели, что там меди побольше То есть вот в этом проводе меди больше, чем вот в этом То есть смотри, и здесь, грубо говоря, три провода Здесь четыре провода выходят Вот эти переходники, как и следовало ожидать Они, скажем так, они не рассчитаны для такой мощной видеокарты Слушай, полкиловатта, и то она еще не раскочегарилась Если она раскочегарится, это только нагрузка на видяху сейчас мы дали Ну то есть понятно, что здесь по этим проводам ходит только нагрузка проводов Но ради испытания, ради теста я запустил Вот сейчас наш колхоз И я крайне не рекомендую вот использовать такую вещь Ладно, хорошо с ним, Сереж, смотри Вот это ебала выдержит А вот эти, вот эти провода Они же тоже имеют свое сечение У нас слишком много коннекторов Которые могут оплавиться Они по диаметру провод-то одинаковые А внутри-то жил-то медных меньше В общем, пацаны, вот такие переходники, как и следовало ожидать Очень аккуратно используйте Сильная нагрузка на видяху 400, 450, 500 ватт Очень сильно может расплавиться Я не бухие Я нормальный Из-за того, что провод изначально был неверно выписан То есть вот этот провод, он 8 плюс 6 А нам надо 8 8 Я предлагаю Звонить, писать минагерам Ну вот смотри, хорошо Давай вернемся к следующей версии Что мы 8 пин Видеокарты запитаем с одной стороны А с другой стороны мы запитаем вот отсюда У нас длины не хватает Вызывай, короче, звони Шойгу Вызывайте всех Мы не справляемся Неужели по глазам вижу Ты предлагаешь паять Я отказываю Я не распаять Так он сгорит, чувак Они начнут работать Он не будет работать Он вырубится Короче, эксперимент на живом человеке Беремся за два разных провода И смотрим, как они нагреваются Потому что большая нагрузка Большое тепловыделение Понял? Поехали Ты взялся руками? Да Вот за это Вот тут вот так вот Смотри Вот так вот пальчиками возьмись Вот И вот за этот черный другой рукой Будет больно, кричи Понял? Я провод выдерну из этого Готов? Ты что, еще пульс включаешь? Вы посмотрите Вы посмотрите, какие часы, которые сигнализируют Пациент жив или нет Ты готов? А тот провод почему-то не трогает Когда он заочковал или нет? Слышишь? Мы должны за один раз выяснить весь потенциал того провода Ты сам просил Да бля, я держу все, что хочешь Готов, понеслась Ты поел, все, нормально Поехали Запускаю Вялый Запускаю тест На низком разрешении Я буду отсчитывать температуру Где-то температура 51 градус Все будет хероват 41 42 Что, Лохи, у вас никаких термодатчиков нету? Нет, Лохи, мы 44 И даже тепловизора Ты знаешь, надо бы, наверное, донат повесить Но никто же денег не даст просто так Не повесить 47 48 Ты готов? 49 50 Должны вентиляторы включиться 51 52 Обычно вырубалось же здесь, нет? Вот, да, вырубалось 53 Может, на тебя что-то замкнуло? Ты там как, нормально? 54 55 Бля, похоже мне ходит, что вырубилось Что? Часы? Ну вот эти, короче, греются 56 Ну так что, тебе страшно? Больно? 58 Ну пока комнатная температура Комнатная температура? Как будто окошку глаза 59 Потребление из розетки 400 493 Ой, 497 хотел сказать В закрылке выпущены 61, друг Мы даже еще не достигли пика 62 Как ты там? Да пока нормально Пошли Не пугай мне рвать Погоди Тебе лужбой? Какой-то нет Какой-то сильнее греется? Да Я же тебе кричал об этом А вот здесь у тебя как, нормально? Хотя здесь провод, видишь, сейчас лежит О, блеха, муха Вот уже тепло идет отсюда Я же напугался 64, друг Ну да Как ты там? Тепленький Тепленький? Вот эти холодненькие А эти холодненькие А черненькие? У нас еще не прямая 66 Но мы уже выравниваем график Я, правда, на низком разрешении запустил 410 ватт потребления 67 градусов Бля Как там твой пальчик? Слушай, ну, бля Может они греются из-за того, что Мы от Молекса, да Запитались Может не предназначено Такие нагрузки здесь Кто? По силе тока именно Потому что вот эти холодные Вообще провода Ну смотри, дядь Вот это 8 ампер, да? Вот это 8 ампер О-о-о Друг, это не ухо И не комната Вот греет Держи Сука, держи Смотри, плавится, блин Да, блядь, комнатная температура Ты, конечно, в сауне живешь Вот, оптимальная То есть она ориентируется В первую очередь на процессор Ты видишь, как он воркует? То есть он у тебя начнет греться Ну смотри, резко вверх пошла Это минималка Это, да Но она ориентируется на процессор Понимаешь, к сожалению Попробуем, конечно А, нет, нужно через... Можно теоретически дотянуться До солнца Дотянуться до звезд А потом упасть И упасть Опаленным звездой По имени Тосно Тосно? Грубо говоря, можно через IP IP Tool Дотянуться Я же говорить не могу Можно дотянуться до Настройки вентиляторов И, грубо говоря, выдать им Указание, что там шуми Тут не шуми Давай средний настройки Нет Нельзя сделать по группе Средние настройки Окей, все Дай я запишу роллер Тут еще и винт будет Горячий Здесь не будет винта Там же SSD И там SSD Короче, грубо говоря А если ты думаешь, мы здесь откроем Будет свежее, нет воздух? А смысл? Если здесь воздух затягивается И уходит туда Тут затягивается? Ну да, если ты откроешь его Открыто Другой снизу Такое же отверстие, но снизу Грубо говоря, пацаны Было гениальное предложено Решение моим любимым руководителем Он там взял вот такой провод И продлил От каких блоков питания? Это же не блоки питания От других корпусов В общем, он продлил провод Чтобы ничего не горело И было все хорошо Он это сделал Сейчас мы в тестовой лаборатории загнали Максимальная температура на видеокарте 88 Если закрыть нижний приток кислорода Вот здесь вот точно такие же отверстия Есть И через них засасывается В воздух 88 с закрытым С открытыми пространством У нас будет сколько? 82 Но если включить через IPMI Максимальную продув То мы Хватит свою сичку трогать Мы достигли максимальной низкой температуры 72 градуса на видео Подведем итоги Время на сборку и тестирование В играх этой системы Мы потратили на решение проблемы Запитывание видеокарты Так, чтобы не горели провода То менеджеры, которые изначально выписали немножечко неверный провод Устроили нам такой веселый праздник Тем самым я вам демонстрирую Что нужно обращаться к профессионалам Которые обладают реальным опытом сборок А не опытом сборок виртуальных Которые, грубо говоря, говорят одно Но по факту может получиться немножечко не так Так что, пожалуйста, при конфигурации вашего оборудования Делайте правильный выбор Используйте правильные провода и комплектующие А еще очень важно обращаться к профессионалам Ну, если вы понимаете, о чем я Если вдруг вам понравилось такое видео Понравилась, в общем, такая движуха Можете поддержать это видео лайком Возможно, подпиской Я скажу вам спасибо, что посмотрели это видео Счастья, здоровья вам Удачи И пишите письма Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!